Добрый вечер. Мы начинаем сегодня наш медиаток на тему, что пора изменить в законе о средствах массовой информации нашей страны. И сегодня у нас замечательные спикеры и замечательные гости. Мы начнем, и я предлагаю Андрею Бастунцу, председателю Белорусской ассоциации журналистов, наверное, начать. Ну, первое, что я хотел бы отметить, это очень оптимистично прозвучало, что же пора менять в белорусском законодательстве. Вот лежит перед Андреем Александровым доклад индекса цензуры, который мы с ним готовили, который называется «За реформы медиа у Белоруссии», который был подготовлен в 2014 году, почти 4 года назад. Он напечатан в 2014 году. Первая концепция реформирования законодательства о СМИ в Белоруссии Баш подготовил еще, если не помню, не изменяет, в 99-м году. И ряд, кстати, тогда подготовили авторских законопроектов. Когда в Палате представителей Национального собрания была группа «Республика», мы подготовили проект закона о СМИ и даже попытались с помощью депутатов вынести его на рассмотрение. Парфинович, Фролов, Скребец, другие депутаты ставили этот вопрос, но Палата представителей отказалась даже его поставить на обсуждение вопроса внесения изменений в закон о СМИ. Тем временем изменения в закон вносились все это время, и как-то все время эти изменения вносились в противоположном направлении, в противоположном русле от того, что предлагали мы. И когда я отвечал еще на ваш вопрос по поводу основных ключевых точек, что надо изменить, я все время испытывал определенный внутренний неуют, потому что я понимаю, что вообще-то этих ключевых точек настолько много, что надо менять это законодательство полностью, целиком, потому что оно принципиально не соответствует тем стандартам, демократическим стандартам, на которые мы пытаемся ориентироваться. И самый ключевой момент в этом всем – это высочайшая степень государственного контроля над не только медиапространством, но вообще над информационным пространством в Беларуси. Я разговаривал с зарубежными коллегами, вот одна из них, по-моему, сказала, что ей часто задают вопрос, ну почему вы защищаете белорусские медиа, почему вы за них заступаетесь, там такое внимание им уделяете, ведь тут же, в принципе, вот в последние годы не убивают журналистов, тут не так-то уже много там издевательств, избиений, посмотрите, что происходит в других странах, даже в тех, которые планировали вступать в Евросоюз еще совершенно недавно. Ответ был очень простой, что в Беларуси высочайшая степень государственного контроля и не только над медиапространством, а вообще над всей ситуацией в стране. И именно это выделяет нас, и пока мы не справимся с этим, говорить о каких-то точечных изменениях, о каких-то небольших шагах очень сложно, потому что все законодательство о медиа в Беларуси, оно выстроено на позиции, что государство должно контролировать каждый шаг. Вот, например, мы можем долго спорить о порядке регистрации. Вот некоторое время назад шел вопрос о том, стоит ли регистрировать интернет-СМИ в том же порядке, в котором региструются печатные СМИ. Следующий вопрос был, какой порядок регистрации печатных СМИ, а там такое количество требований, например, пятилетний стаж работы редактора потенциального медиа на руководящих должностях в области СМИ, расположение предприятия редакции именно в нежилом помещении, хотя, в принципе, унитарные предприятия могут располагаться и по адресу их учредителя, и запрет издавать газету индивидуальному предпринимателю, например. И вот можно было говорить о том, какие эти условия регистрации печатных СМИ. Но если идти еще дальше, то мы увидим, что вообще и о регистрации печатных СМИ говорить не нужно, поскольку это уже само по себе является нарушением свободы выражения мнения, которое не попадает под те ограничения, которые предусмотрены, например, Международным пактом о гражданских и политических правах. И как в многих странах, там можешь выпустить газету, принести экземпляр в какой-либо орган, не являющийся органом управления в сфере государственной политики, и пересылать в книжную палату, условно говоря, экземпляры этой газеты. Все, никакой дополнительной регистрации, тем более обставленной определенными вопросами. И это касается всего. Уже не надо не только газеты регистрировать, уже сейчас идет вопрос о регистрации распространителей продукции, средств массовой информации. То есть вот какие-нибудь предприниматели, которые в своем магазине выставили несколько экземпляров газет на продажу, как какой-то совершенно побочный и не приносящий большого дохода бизнес, им надо, чтобы заниматься этим бизнесом, регистрироваться в Министерстве, опять же, информации. Возможности Министерства информации, они тоже крайне широки. Еще в 2005 году, когда в Беларусь приезжал Миклэш Харашти, в то время он занимал пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, он обращал внимание на то, что в условиях судебной системы, которую нельзя назвать независимой, Министерство информации надо крайне сдержанно использовать свои крайне широкие административные полномочия. С того времени полномочия Министерства информации еще только увеличились, а ведь в сфере медиа не только Министерство информации заправляет. Будет смешно, если бы не было бы так грустно, милиция, Министерство внутренних дел являются тем органом, которые, должностные лица Министерства внутренних дел, которые определяют соблюдение законодательства СМИ, составляют протоколы за нарушение законодательства СМИ. И я абсолютно уверен, что большинство из них этого закона о СМИ в глаза не видели, в руках не держали. Но, тем не менее, протоколы они составляют, и что далеко ходит за примерами, сегодня четыре новых штрафа в отношении журналистов, фрилансеров в Минске вынесено. И поздравляю нас всех, мы достигли этой великолепной отметки 50 штрафов в течение года. До этого было 48 за три года. Ну, вот, в общем, вот такое вот направление движения. Поэтому я коротко резюмирую. Я не буду говорить какие-то точечные пункты и что нужно менять, подправить в машине, которая вообще-то, ее можно сдать только в утиль и пытаться создать что-то совершенно другое, какой-то механизм для того, чтобы в этом информационном пространстве передвигаться. Именно вот минимизировать степень государственного контроля над медиа – это основная и ключевая задача, которую я вижу в реформировании законодательства о СМИ или вообще о свободе выражения мнения более широко. Я прошу Анну Конопадскую дать свой комментарий, насколько машину можно отремонтировать. Всем еще раз добрый вечер. На самом деле мы тут вот уже спорили по поводу того, что я на собственном опыте испытала, что значит зависимые и независимые средства массовой информации. Вот я говорила о том, что больше года прошло, как я стала депутатом Палаты представителей, но думаю, что никто из вас не видел меня ни на государственном телевидении, ни в государственных средствах массовой информации печатных. И даже мой законопроект, за который я отвечаю в Палате представителей, представляет абсолютно другой депутат. Поэтому я всегда начинаю на встречах с журналистами со слов благодарности всем тем независимым средствам массовой информации журналистам, которые освещают мою работу. И я считаю, что мы вместе делаем очень важное дело. Потому что когда меня спрашивают, Анна, вы год в Палате представителей, что вы сделали? Я говорю, что мы вместе сделали очень многое, потому что иное мнение звучит в Палате представителей практически каждый день. И мы работаем в тесном сотрудничестве с Белорусской ассоциацией журналистов. И этот вопрос поднимался еще полгода назад, когда был съезд, конференция. И я действительно согласна с тем, что здесь не экран надо менять, а всю систему. Поэтому я со своей стороны, понимая, что политическая жизнь в Беларуси тоже зависит от независимых средств массовой информации, вернее, даже от свободы слова, которая может и должна быть в демократической стране, в преддверии того, что в Беларуси сейчас будет местная компания. И это очень важно, чтобы журналисты имели возможность освещать любые события, которые происходят в политической, в социальной, в экономической жизни страны. Не только же журналисты ответственны за политическую часть, за социальную. Очень много вопросов и проблем сейчас поднимаются. И как представитель единственного законодательного органа в стране, я говорю о том, что мы вместе с вашим приложим все усилия для того, чтобы эти изменения, по крайней мере, зазвучали в стенах Дома правительства. Безусловно, сколько бы нас много не было, как правильно сказал Андрей, пока мы вот эту машину сознания, машину давления, репрессии не переломаем, пока мы не перестроим сознание чиновников и чинуш, которые сидят там в органах государственной власти, управления, наверное, мы не сдвинемся с мертвой точки. Но не я одна, даже при всем уважении к белорусской социальной журналистов, они тоже одни, ничего не смогут сделать. Нас должно быть как можно больше. Мы должны задавать вопросы, которые нам нужно услышать, ответы. Нам нужно спрашивать с тех, кто ответственен за те решения, которые сегодня принимаются. И я еще раз хочу поблагодарить всех тех журналистов, кто все-таки не боится выходить и освещать те события, которые происходят в политической жизни страны, особенно в политической жизни страны, несмотря на то, что, например, при представлении законопроекта о внесении изменений в законы о массовых мероприятиях, министр МВД оговорился и предложил одевать журналистам бронежилет. Я думаю, что это просто такая, знаете, оговорочка по Фредду, которая, к счастью, канет в лето в ближайшее время. Поэтому всем нам просто сил для того, чтобы хватило побороть вот эту вот машину, махину. Ну, может быть, есть какие-то, не знаю, конкретные подвижки, решения, не знаю, планы или пункты, которые в ближайшей какой-то повестке? Ну, в ближайшей повестке у нас вообще, честно говоря, новый проект закона о средствах массовой информации. То есть он абсолютно... Он абсолютно новый. Вот уже Андрей говорил, и я повторила, что нельзя поменять винтик, надо менять всю систему, потому что журналисты, которые сейчас, например, работают от имени иностранных средств массовой информации, говорят о том, что, ну, зачем нам еще аккредитация в Министерстве иностранных дел. Журналисты, которые, например, приходят к нам в палату представителей, говорят, ну, зачем нам вот, мало того, что аккредитация, так еще и пропуск, а еще и проблема с тем, чтобы пронести оборудование. То есть и такая же проблема существует в любом министерстве. То есть журналист, выполняя свою работу, неся ответственность за то, что он делает, он хочет узнать какую-то информацию, он подает запрос, что ему отвечают? Извините, вы никто. А потом еще министр встает и говорит, одевайте бронежилеты. Ну, смешно и грустно. Ну вот, а что касается вот этого нового законопроекта, возможного, который вы будете выдвигать? Это даже сейчас, это, наверное, скорее проект законопроекта. Ну, есть о чем сейчас вот нам рассказать? Ну, это, наверное, вот авторы расскажут. Я бы не стал говорить сейчас о законопроекте альтернативном. Нас всех гораздо больше сейчас тревожит тот законопроект, который возревает там в недрах государственной власти, о котором говорил министр информации новый, о том, что планируется, я же говорил про степень государственного контроля, еще более ее расширить, распространить его и на социальные сети. Замечу при этом, что у нас же социальные сети и интернет не находятся в безвоздушном пространстве. Они точно так же регулируются общими нормами законодательства Беларуси. И, условно говоря, человек, написавший матное слово на заборе или в своей ленте в интернете, так скорее тот, кто на заборе, будет больше защищенного, труднее найти, чем того, кто отметился в интернете. Все законодательство общее распространяется, и на интернет речь идет о специальном законодательстве, которое должно увеличить полномочия министерства информации. Ну, мне сложно сказать, в чем. Блокирование каких-то аккаунтов в социальных сетях, либо еще какие-то нормы предполагаются. БАШ обратился в Министерство информации с просьбой предоставить нам этот проект изменений в закон или новой редакции закона, как сказал министр, и с призывом вынести проект на обсуждение всеобщее, пригласить наших юристов в рабочую группу по разработке проекта. Но мы пока не получили ответа на этот вопрос. Но я думаю, что он тревожит сейчас журналистское интернет-сообщество, которое далеко за пределами БАЖа. Анна, по этой теме, да? Ну да, это вот то, что я говорила. То есть на самом деле там либо закон о средствах массовой информации, либо закон, например, о массовых мероприятиях, его нельзя рассматривать отдельно от всей той системы, в которой сегодня вынуждены работать и журналисты, и политики в Беларуси. Это просто такая верхушка айсберга, которая в конечном итоге касается всех сфер жизнедеятельности. Потому что, например, как экономист, я понимаю, что какое-то ограничение, например, средств массовой информации при распространении, это в том числе и нарушение какого-то нарушения антимонопольного законодательства, когда государство через РУП и Белпочта создаёт монополию на торговлю печатными изданиями и ограничивает, например, частного предпринимателя в получении дохода тем, что ограничивает его регистрация при продаже того или иного издания. И это только один из многих факторов, на которые влияет работа журналистов, например, или закон о массовых мероприятиях. То есть оно всё в целом. И если мы говорим о том, что сегодня Беларусь должна быть в центре Европы и политически, и географически, и экономически, то это просто должно быть переломано, сломано и построена новая модель функционирования журналистской деятельности, основанная на журналистской этике. То есть на тех отношениях, которые принимают для себя журналисты, качественно выполняя свою работу. Что касается нового законопроекта, понятно, что, конечно, легче поменять всё сразу, но мы живём в этой стране, и мы прекрасно понимаем, что, наверное, возможно реально минимизировать какие-то именно пункты, не знаю, какие-то пункты по влиянию государства. Насколько вот это реально сейчас? Ну, я потом, вероятно, передам коллегам микрофон, но отвечу на этот вопрос. В БАЖе разработана дорожная карта изменений, которая представляется вот такой трёхступенчатый путь. И первый шаг – это те изменения, которые не требуют существенного изменения законодательства, которые, в принципе, могут быть реализованы даже без изменения норм законодательных актов. Простейший пример – возвращение в киоски весной этого года и в подписку девяти изданий, которые с 2006-2005 года 11 лет дискриминировались. Не потребовалось ничего вносить в законодательство, потребовалось лишь один щелчок пальцами, и то, что 11 лет было нерешаемой проблемой, было реализовано, и ничего не изменилось. Я говорил про преследование журналистов-фрилансеров, журналистов, которые сотрудничают с иностранными медиа, в первую очередь журналисты Белсата, но не только они. Здесь та же самая ситуация. Юристы БАЖ анализировали и статью Кодекса об административных правонарушениях, и её соответствие Конституции, международным актам. Так вот, даже внутреннее законодательство, оно, в принципе, не предусматривает ответственности, которые журналисты привлекают, потому что статья это за совершенно другое устанавливает ответственность, за нарушение порядка изготовления и распространения продукции СМИ. Журналист не изготавливает продукцию СМИ и не распространяет её, как правило. Этим занимаются редакции СМИ-журналисты. Так это прямо записано в определении. Он готовит для редакции сообщения и материалы. И, то есть, была найдена статья, где написано нарушение законодательства о СМИ. В этой статье не было найдено такого пункта, который подходил под нарушение правил аккредитации, но, тем не менее, она всё равно активно применяется. В апреле прошлого года было приостановлено применение этой статьи, и год, почти год до марта мы жили абсолютно спокойно. И это тоже было абсолютно политическое решение. В марте этого года, когда начались протестные акции, начались задержания журналистов, начались штрафы за сотрудничество с иностранными медиа, задержания закончились с акциями, а штрафы продолжаются. И, более того, маховик только раскручивается. И не только количественно, но и территориально, потому что долгое время Минск находился вне этого. Почему-то штрафовали журналистов в регионах, и, в первую очередь, в Гомельской области. Не знаю, с чем это объяснить. Минск оставался за пределами. В этом году уже всё. Вот эти сегодняшние четыре суда – это были суды в Минске. Это уже захватило этот маховик, не побоюсь слова, репрессии. Захватило журналистов и здесь тоже. И мы видим, что, опять-таки, решение этого вопроса политическое, оно может быть сделано без какого-либо изменения законодательства, достаточно политической воли руководства страны, которая, кстати, уже в лице главы государства говорила, что разберётся с этой проблемой. И мы обращались недавно в администрацию президента, напоминали эти слова, что администрация ответила, что у нас суд независимый и никакие ветви в Латвии не могут вмешиваться в их деятельность. Вот есть, то есть первый шаг – это изменение того, что можно изменить элементарно. И, да, это вопросы аккредитации, вопросы преследовательных журналистов, вопросы применения статей, устанавливающих уголовную ответственность, например, за клевету, оскорбление. У нас шесть статей в Уголовном кодексе Республики Беларусь, которые устанавливают уголовную ответственность за дефамационное преступление. Мы всегда выходим, принципиально выступаем за декриминализацию дефамации, но в данном случае можно идти речь просто о условном неприменении этих статей, моратории применения этих статей. Это тоже вполне может быть сделано. На втором этапе мы предлагаем уже вносить определенные изменения в действующее законодательство, упростить регистрацию медиа, убрать санкционные полномочия, репрессивные полномочия Министерства информации и так далее и тому подобное. Ну а в принципе, я считаю, что такой орган с таким полномочием, как Министерство информации, вообще не нужен в Беларуси. И их нету в таких органах в других странах, в странах, которые вышли из того же постсоветского пространства. Два года назад в Риге на медиаконференции стран восточного партнерства Борис Новосардян, руководитель Ириванского пресс-клуба, вот как раз об этом говорил руководитель, одному из представителей Министерства информации. Говорил, что мы очень долго боролись за это, как только убрали Министерство информации, мир не рухнул, наоборот, всем стало легче и лучше. В принципе, да, вот мы с Андреем четыре года назад начали писать и, в принципе, успешно закончили вот эту работу. Всем людям, кто хочет найти конкретные ответы на вопрос, что нужно изменить в законе о СМИ, здесь есть ответы. Но у меня с этим проблемы такого плана, что я хочу немножко делать шаг назад, да, и посмотреть на то, что произошло не только со страной, но со всем миром с февраля 2014 года, когда мы этот доклад опубликовали. Закон о СМИ – это закон о том, чего больше не существует. СМИ больше не существует. А наше государство упорно пытается придумывать закон про то, что уже не является частью нашей медийной и цивилизационной реальности. У нас осталось медиа, остались платформы, у нас больше нет СМИ. Ну, в смысле, они, наша власть пытается еще поддерживать существование того, что называется средство массовой информации, какие-то конгломераты, которые куда-то что-то вещают и думают, что вот они вещают это единственную правду. СМИ больше нет. И что теперь с этим делать? Как предлагать изменения в закон про то, чего больше не существует? Немножко шизофреничная ситуация, как по мне. Ситуация, ну, то есть, если мы говорим про то, что делать в нашей стране, в Беларуси, сегодня уже звучали эти слова, что невозможно сделать хорошее колесо в неедущей машине. Невозможно реформировать одну сферу в стране, где реформы невозможны в принципе. Невозможно, да? Невозможно говорить о реформах в стране, где нету парламента. Невозможно говорить про реформы чего бы то ни было в стране, где нет публичной политики. Вот эта бумага, которую мы написали с Андреем Бастунцом, называется Policy Paper. То есть она была направлена в органы власти? Она была направлена, но проблема в том, что Policy Paper должен писать субъект Policy, то есть политики, практической политики. А мы не субъекты, да? И мы вот уже десяток лет собираемся примерно в этом составе, убеждая друг друга, убежденных давно, что надо там с аккредитацией делать. А как бы, ну, вот с кем разговаривать про это? Ну, то есть бессмысленно достаточно, да? И опять же нужно говорить о том, что в стране вообще должны появиться какие-то условия, площадки и механизмы, при которых вообще какие-нибудь реформы в любой сфере были бы возможны. А сейчас их нет. Поэтому, ну да, можно радоваться каким-то маленьким шагам, но иногда эта радость у меня вызывает серьезно просто слезы, да? Когда я читаю в Фейсбуке, что люди говорят, вот знаете, наших журналистов, теперь, когда штрафовали, их судили, и судья вел процесс по-белорусски. Ура! И я говорю, а если у нас будут белорусскомовные расстрельные команды, это тоже ура? Это как бы реформы, это мы продвигаемся. То есть маленькие шажки – это классно, да? Газеты, которые вернули в киоски – это классно. С другой стороны, я думаю, 2017 год. Кому нужны печатные газеты в этих киосках? И мы находимся в такой стране… Если их покупают, значит, они кому-то нужны. Это прекрасно. Я только за это. Но просто в тот же самый момент, когда мы с Андреем Бастунцом писали вот это policy paper, осень 2013 года мы ее начали и презентовали в феврале 2014 года. А все прекрасно вы знаете, что происходило в нашей части мира с осени 2013 по февраль 2014, да? И вот это наше policy paper на этом фоне оказалось в это же самое время. В 2013 году российский философ Юрий Громыко начал публиковать свои материалы про констинентальную войну. Он начал вводить вот этот термин, и мы сейчас все с вами по уши в этой войне, и мы ее с треском проигрываем. В это же время белорусский философ Владимир Мацкевич начал печатать свои материалы про политтехнологии третьего поколения. И мы с вами по уши в политтехнологиях третьего поколения, и не все даже знают, что это такое, да? А мы с треском это все проваливаем. То есть сейчас мы находимся в просто пучине таких страшных и ужасных глобальных событий, на фоне которых, ну то есть, грубо говоря, мы в состоянии войны сейчас находимся, уже даже не информационной, а констинентальной. То есть это война за сознание, война, при которой сознание целых наций просто меняется, да? На просто ужасных масштабах, да? И мне хочется, чтобы все ужаснулись и подумали, что с этим делать. Потому что мы можем добиться упрощения аккредитации журналистов, но это как бы нас не спасает совершенно. Вот что я хотел сказать. Ну нет, я на самом деле слушала. Мне, с одной стороны, становится страшно, но, с другой стороны, я понимаю, что это правда. Потому что, да, действительно, мы уже сейчас, как я уже и говорила, то есть нам надо поменять сознание. Потому что я смотрю, например, на очень многих своих коллег, которые остались где-то там, там 20 лет назад, 30 лет назад. И я всегда говорю о том, что я была там в детстве, там какие-то 80-е годы, был там 27-й или 29-й там парконференция, да, все там дружно хлопали. И я, к сожалению, понимаю, что ничего не изменилось в Беларуси вот за эти там 40 лет. Но я все равно не согласна с тем, что мы не можем ничего сделать. Конечно, если мы будем сидеть там на заваленке, на печке, хлопать в ладоши и даже не получать эти маленькие шаги, мы ничего не сможем сделать. Но сегодня век действительно 21-й на дворе. Информационные технологии огромными шагами идут вперед. И мы можем сделать то, чтобы реформы были не послезавтра, а хотя бы завтра. Понятно, что мы, может быть, не способны сделать их сегодня. Но мы все должны понимать, что у нас нет другого выбора, как делать их завтра. Говорить об этом все-таки нужно. Я думаю, что об этом нужно говорить, писать, сообщать. И опять же, возвращаясь к тому, что у нас вот монополия государства, да, если мы говорим про интернет, то у нас единственный интернет-шлюз владелец это там группа Белотелеком. Это огромная проблема, которая должна быть решена и которая снимет часть тех вопросов, которые сегодня существуют для средств массовой информации, расположенных в сети интернет. Правильно? То есть это действительно комплекс проблем, которые невозможно решить отдельно. Я хотела бы, наверное, продлить тему как раз вот защиты нашего медиапространства. Все мы знаем, что есть закон о чрезвычайном положении, который регулирует сферу СМИ в этой ситуации. И насколько возможно вообще защитить наше медиапространство? Реально ли это? Я бы хотела, наверное, получить комментарий. Может быть, Павлик Быковский. Ну, мягко говоря, я не ожидал именно такого вопроса. В случае чрезвычайной ситуации у нас спокойно отключается интернет при необходимости. И неважно, будет у нас один юридический монополист или два. Сейчас у нас еще есть облачные технологии, которые якобы не монополист. Благодаря этому якобы Белосовь целиком не монополист. Но и то, и то контролируется государством. Точно так же, как история с Белосоюзпечатью, которая не монополист, потому что она состоит из нескольких областных Белосоюзпечатей. Поэтому они не монополисты, потому что их несколько. Но они в своем регионе монополисты. Можно играть в слова. Но, как я понимаю, вы спрашиваете о том, что может происходить и как можно защитить свободу слова в ситуации чрезвычайной ситуации. Мне кажется, что тогда не будет действовать как таковой закон. Будет действовать либо смелость каких-то людей, либо трусость каких-то людей. Ну и будет понятно, что каналы коммуникации будут все под угрозой. И мы на это прямо повлиять никак не сможем. На что мы можем повлиять? Мы можем говорить о том, что сейчас очень плохой статус у журналистов в Беларуси. Этот статус определяется государством и определяется очень странным образом. Сейчас у нас журналистом является сотрудник зарегистрированного СМИ в Беларуси или аккредитованный иностранный журналист иностранного СМИ. Еще повисла непонятная ситуация с сотрудниками интернет-СМИ, потому что интернет-СМИ не требуется регистрация, но с другой стороны и статус журналиста им то ли предоставляется, то ли не предоставляется. Когда надо, предоставляется, когда нет, тогда нет. Ответственность есть? Да, безусловно. Но в Минске есть примеры, когда Тудба или другие интернет-СМИ аккредитовывают. Но это не значит, что что-то меняется в ситуации. Статус журналиста в том виде, в котором он был в начале 90-х, отсутствует. Сейчас журналистский запрос невозможен, есть запрос редакции, и ответ редакции получается по тому же принципу, как и других юридических лиц. То есть тогда, когда мне нужно узнать какой-то факт, я его узнать не смогу. Это маленький кусочек, с которым надо работать и который будет важен вне зависимости чрезвычайной ситуации или нет. Если же говорить о том ситуации, например, с журналистами-фрилансерами, сейчас все больше журналистов работают в качестве фрилансеров, и это нормально, но это совершенно не укладывается в понимание белорусских чиновников. И в результате журналист-фрилансер не защищен как с точки зрения наемного работника, он не совсем такой наемный работник, как предусмотрен нашим законодательством, так и человек, который имел бы доступ к информации и как человек, который может быть привлечен за работу без аккредитации. Тут масса таких дополнительных факторов есть. Еще я хотел бы отозваться к тому, что говорил Андрей. Действительно, сейчас уже нужно представлять себе ситуацию не как ситуацию присутствия средств массовой информации, уже нет ситуации монополии журналиста, редакции на вещание. Сейчас есть средства массовой коммуникации, есть социальные среды, в которых распространяется информация, и стерта граница между создателем контента и его читателем. Это может происходить в симпиозе, в дискуссии, в полемике, как угодно. И тут возникает масса дополнительных вещей, которые действительно и не понимаются людьми, которые принимают решения довольно часто, а с другой стороны они понимаются в ограничительном таком ключе. Мне приходилось общаться по поводу того, со мной разговаривали, а как можно ограничить Facebook? То есть прямо сформулированный вопрос, ограничить Facebook для защиты национального информационного пространства. И если люди об этом думают, значит они над этим работают. Я так понимаю, что сейчас как раз об этом люди и думают. Да, важно то, что это ограничение может быть сделано физически, как это есть примеры в других странах, но с другой стороны люди-то, а люди куда денутся, они находят другие средства коммуникации, другие каналы и будут общаться до того момента, пока технический интернет будет существовать. Это не решение даже той проблемы, даже если перейти на логику чиновника, который хотел бы просто все перекрыть. Это не решение этой проблемы. А как это может решаться? Вот Андрей упоминал дискуссию по поводу информационных войн и тому подобное. Я не очень бы хотел рассматривать журналиста как субъекта информационной войны, но мы можем и как журналисты, и как гражданское общество заниматься медиапросвещением, учить людей разбираться, где есть настоящие факты, как их отделять от выдумок, как вообще работать с информацией и прочие вещи. Это, мне кажется, может быть та часть, которую мы можем сделать уже сейчас. Мы пытаемся делать что-то в этом направлении, но, наверное, это довольно трудно делать. И уже завершая, мне довольно часто приходится проводить какие-то курсы с молодыми людьми, и я столкнулся с ситуацией, когда люди уже не знают, откуда они получили информацию, они получили ее через какую-то социальную сеть, и они не знают, источник информации это было какое-то конкретное СМИ, или это было просто кто-то выдумал что-то, и даже не подозревают, уже теряется навык пойти проверить у уважаемых, авторитетных СМИ, которые точно проверяют информацию, набор которых есть у людей моего поколения и людей постарше. Если я не ошибаюсь, около 6 или 7 процентов городского населения Беларуси ежедневно читает газеты. В моем подъезде, в доме, где я живу, два человека выписывают. Я выписываю журнал юмористический «Вожик», и есть человек, который выписывает советскую Беларусью. Все остальные получают либо бесплатные издания, либо не получают ничего. И это им просто не нужно. Мне кажется, что уже сейчас держаться за газеты, печатные издания именно как источник информации не стоит. Но есть издания, которые будут жить и дальше, и в бумажном виде. Это могут быть какие-то альманахи, это могут быть какие-то литературные издания, это могут быть какие-то крафтовые продукты, это может быть все, что угодно. Я не знаю. Это не совсем будет то, что привыкли воспринимать журналисты. Но это может быть тоже интересный печатный продукт, который интересно пощупать, интересно рассматривать. Но это совершенно другая область. Информация уже, скорее всего, будет распространяться по электронным каким-то каналам, и эти каналы сейчас и государство размышляет, каким образом можно было бы контролировать. И самая главная угроза и самая главная наша надежда состоит в том, что люди, которые пишут закон о СМИ, вообще ничего не представляют о том, что происходит в мире. То, что я рассказывал, то, что Павлюк рассказывал, они понятия не имеют, что это происходит. И единственный способ, которым они мыслят, это технология рубильника. То есть мы должны иметь рубильник, чтобы в нужный момент это полностью просто отключить. И вот что с этим делать. Вот в Украине решили, что с этим делать. Они просто отключили к чертям российские каналы и соцсети. Чему это в принципе должно нас научить? Андрей, я разочарую, и в Министерстве информации тоже есть люди, которые в этом разбираются. Это другой вопрос, что они могут предложить решение, которое нас с вами не устроит. Просто я вот из-за вот этой сложности и многослойности этой проблемы простого решения просто не существует. И опять же я хочу, чтобы все поужасались от того, что происходит, потому что мы говорим про медиаграмотность, что мы можем чего-то там пытаться делать, но мы видим, что происходит в странах с хваленной лучшей в мире журналистикой. Соединенные Штаты Америки, выборы Трампа, фиаско великой, прекрасной, могущественной американской журналистики. Просто когда вот жалко, у меня нету один из моих любимых слайдов про фейк-ньюс, когда там на выборах Трампа просто фейковые новости победили с треском великую и ужасную американскую журналистку. Brexit, фиаско великой, прекрасной, самой лучшей в мире британской журналистикой. Факты больше не являются, факты, на котором зиждется традиционная журналистика, больше не являются вообще ничем. То есть сейчас в ходу готовые схемы интерпретации событий. И что с этим делать, это огромный вопрос, огромный вызов. чему мы можем научиться у наших соседей, вот исходя из того урока, который мы в общем посмотрели со стороны, там появилось Министерство информации. Я бы сразу сказал, что первое, чего хотелось бы, это чтобы нам не пришлось учиться у наших соседей, которые все-таки находятся в состоянии войны, и не только информационной, а и даже слово гибридное, это такое мягкое выражение, находится в стане такой вот тлеющей войны, к сожалению, долгое время. И вот мне очень хотелось бы, чтобы нас это не затронуло. И решения их в информационной сфере, они продиктованы именно вот этим вот состоянием войны, в котором они находятся. Ну, и замечу, что военное положение, по нашему, например, белорусскому закону, оно подразумевает вообще прекращение деятельности СМИ в стране, кроме определенных государств. Поэтому это сложный, неоднозначный вопрос. Юрист Александр Жук. Да, я, как приехавший из Украины, не так давно могу сказать следующее. По крайней мере, там мне пришлось столкнуться с диаметрально противоположными точками зрения. Первое заключается в том, что совершенно замечательно то, что был ограничен доступ к определенным российским ресурсам, но они были заблокированы и закрыты. Это позволило стимулировать производство национального контента украинского. И опять-таки сейчас появилось очень много новых передач, новых медиапродуктов, именно оригинальных украинских, по крайней мере, со слов украинских коллег. Вторая точка зрения отличается от первой и согласно ей на самом деле это прямое наступление на свободу слова. И здесь, скажем так, скорее эти люди придерживаются американской модели, согласно которой любое регулирование свободы слова, свободы выражения, оно не соответствует демократическим принципам. может быть еще, да, вот мне понравился первый этап дорожной карты, да, на самом деле, я думаю, что нашему государству совсем незачем принимать изменения в закон о СМИ, потому что если его буквально хорошо толковать, то уже есть достаточно ужасные и сильные инструменты. Но я приведу пример, согласно уже действующему закону о СМИ, опять-таки это моя трактовка, в принципе любой аккаунт в любой социальной сети, любую группу в социальной сети можно приравнять к средству массовой информации по тому признаку, что она имеет постоянное наименование и некую периодичность выхода. В принципе ничего нового принимать не надо, надо просто хорошо протрактовать уже имеющиеся. Да. У нас уже был прецедент с блогом Липковича, когда не весь LiveJournal был заблокирован, а только его блог. То есть в принципе этот инструментарий белорусским властям несколько знаком. Другое дело, что про украинский опыт и блокировки российских социальных сетей, а не только всех остальных ресурсов и может быть еще антивирусов и каких-то других сервисных программ. Важный момент сбора метаданных, которые украинские власти посчитали опасными, позволять стране, которую они считают агрессором, собирать метаданные своих граждан, своих чиновников и тому подобное. Этот аспект уже касается не свободы слова, но это аспект, с которым мы вынуждены сталкиваться в новой реальности в новых медиа, потому что каждый наш шаг в новых медиа оставляет определенные следы, и эти следы это тот товар, который продается, и это то, что может быть предметом разработки тех или иных спецслужб. у вас вопрос или комментарий? мы можем задать про Украину как раз таки подойдите, возьмите микрофончик. Дмитрий Мицкевич, Беларусь security block. Тут просто такая справа, что когда мы скажем про украинский досвид, то мы должны разуметь, что там по-перше был медиа рынок, трошки инший адрозный от нашего. Тому мы не можем проецировать на нашу реальность, потому что там просто трошечки больше людей в четыре разы. И по мер медиа рынка приблизно в десять разов больше за наш. Тобак отповедно там присутничают иншие гульцы, и таму заборонивши российские телеканалы, у их было чем это заменить. У нас фактично, когда мы это забороним, у нас придется панораму 24 на 7 крутить, потому что у нас тупо не хопить контента. Ну якосно. Для того, как у нас не будет чем его заменить. Ну вот одразу зараз. Тобак гэта займая пэлный час. Плюс украинский досвид так само показывает, что на кольки у меня была макчумасть гэта выучить и проглядеть, что для того, как заборонить российские мэсэджи, потрэбно заборонить Россию в принципе. Тобак гэта зарабить немакчума. Ну вы заборонили российские телеканалы, российская пропаганда тут же знайшла іншые лазейки, іншые нишы для того, как свои мэсэджи транслеваяць, прытым рабить гэта нават лепей, чым она рабила гэта перед гэтым. Тобак и для гэтага выкарыстовываются и украинские телеканалы, и провакуючая мэсэджи в социальных сетках, ну просто куча разнастайных методов. Тобак и калі спрабывать дейничать таким чыном гэта гэта гденішая беларускай улада. Ну в принципе тое ж самое, только трохи в іншем масштабе. Мы возьмем и забороним. Ну добра, вы забороните, але вы не можете обрубить все каналы информации. Тут же мы уже казали про тое, что потрэбно интернет вырубить абсолютно, для того, как гэта отключить. Ну и украинцы с гэтой проблемой сутыкнулись, и у них теперь знов вот эта вилка. Ну далей протягивать, заборонять, протягивать эскалацию забароном, посадок людей за гэтой мэсэджи, альбов что робить? Альбов все-таки спрабовать неким чином свой продукт просовывать, изменять свядомость людей, кабе нына гэта не велись. Вот эта задача, мне здаецца, якую потрэбно выражать нам, и з гэтага боку минавито пачынаць, а не пачынаць с самых вот этих простых рэчжа забаранить, тому что это той же самый метод, яким корыстаецца беларусская улада. Бабах, толькей яны хочуть нас забаранить, мы хочем там русских забаранить, ну, сэнс в принципе однольковый, табы гэта абсолютно не выражэння праблема. Дзякуй. Ну, дзякуй за коментару. У нас нас нельга праунувать с Россией, с Украиной еще и тому, что у нас на самом рыч абсолютно иншая информационная простора, и мы с Павлюком так само займались доследованием два года тому. Абсолютную большость российских мессенджев мы отрымливаем праз беларусские телеканалы. И не выпадково, что 60% продукции национальных беларусских телеканалов складая продукция, якая у России подрыхтована, и 62% кажут, что Крым наш. Это все-таки не просто супадзенье. И еще одно. У нас фактично закрыт наш информационный рынок, телевизийный рынок. Телебачення зараз играю все-таки основную роль по уздзенью на массы, скажем, на насельництва. У нас закрыты для заходних каналов. У нас нема тих самых украинских телеканалов в Украине, их нема кабелях, их нема эфиры, тэры, а прыгэтым з девятсі телеканалов, які уключены обовязковы пакет, чатыры заснованы на продукции российских телеканалов. Тому наши были основные, гэта першая. Не треба забранять российские телеканалы, тем более, что они стали гибридными, формально белорусскими, змест российские. Трэба у тэм пакет обовязковым, які каналы, які выходців, які отрымливаюць большую частку рекламного рынку, і больший доступ до насельництва, гэта каналы мусяць быць усё ж таки белорусскими і працаваць на краіну, і гэта першы крок не включаць гэта обовязковы телеканалы, калі ўжо ёсць такі спис, што гэта телеканалы, які не заснаваны на белорускім контэнті, і другі момант, адкрыць белорускі рынок для польскіх, украінскіх телеканалу, гэта, я думаю, такі шляхі, шлях не забарону, а шлях на супруця, пазбавлення прывілегиў тых, хто махчымы не мусіць іхметь, і адкрыць інформаційны просторы для інших. Вот Александр совершенно точно сказав, що существуючого законодательного інструментария властям абсолютно хватає для регуляції чего бы то ни було, а к тому же я ще скажу, що їм никогда і не нужны були собственно законы для того, щоб регулировати. Сайты регулярно блокировались, там вот новинний бай был заблокирован, ми званим хостеру, хостер говорит, проблеми со стороны Белтелекома, званим Белтелекома, они говорят, ну, сори. Вот, і ніхто нам не дал відповідь, чому неделю ми були заблокированы, просто хто-то отключав наш ДНС-сервер, плахі репята. Закони, собственно, не нужны никогда були беларускій властью, щоб контролювати все в этой країні, не тільки інтернет, але всі телодвиження білорусських граждан. Вот. Вполне возможно, будуть какие-то косметические ходи, щоб новий министр отрапортовав, що, вот, я займаюсь, правильно мене назначили. А так не нужны никакі собственні власті, нові законы, у них більше чем хватає законів для того, щоб информационну сферу держати під плотним контролю. Я прошу, наверное, дати комментарий нашего еще одного юриста Сергея Зекратського. Ну, на самом деле, если говорить в отношении интернета, то лично я не вижу никакой реальной необходимости еще чем-то дополнительно регулировать. Собственно говоря, соглашусь с предыдущими ораторами в том, что, собственно, если говорить о реформировании законодательства СМИ, то я могу прямо сейчас процитировать закон, который необходимо принять. Он будет состоять из двух статей. Первая статья признать утратившим силу закон о средствах массовой информации. Вторая статья настоящий закон вступает в силу с момента его публикации. Все. И этого будет вполне достаточно. На самом деле, существующее законодательство, если исключить закон о средствах массовой информации, будет работать вполне эффективно для того, чтобы защищать и права потребителей контента, и права тех, кто их распространяет. То есть, существующий гражданский кодекс в полной мере решает вопросы распространения недостоверной, порочащей информации, распространения информации, которая нарушает право частной жизни и так далее. Поэтому, если мы говорим о необходимости регулирования, то никакого дополнительного регулирования в данной ситуации нет. И я согласен с тем, что нет смысла сейчас бороться за какие-то мелкие изменения и говорить о том, что закон необходимо подкрутить, подредактировать. Нет, никакого дополнительного регулирования, никаких мелких изменений быть не должно. отменить закон и все, и на этом будет все замечательно. Ну, вот я хотел бы напомнить то, что говорил господин Бастунец относительно первого шага в... Нет, нет, я про то, что первым шагом должно быть изменение правоприменительной практики. Можно не смотреть, что написано в законах, в законах написано много разное, важно то, как эти законы исполняются. Сейчас они исполняются в ряде случаев, репрессивно. Не требуется изменение закона для того, чтобы перестать притягивать за уши статью, которая не относится к работе журналиста в наказание для журналиста. и так далее, и тому подобное. Таких вещей довольно много. Второй момент, который достаточно важен, важно понимание и государством, и обществом роли журналиста, какая она должна быть, какая она может быть. и третье, это все-таки медиаграмотность, которая должна быть в обществе. Эти вещи, которые можно делать до поднятия вопроса на принятие изменения законов. Что касается изменения законов, вот жалко, что госпожа Конопадская уже ушла, но в принципе я просто давно работаю в Палате представителей, до этого работал в Верховном Совете как журналист. Я знаю, что сейчас некоторые законопроекты, которые разрабатываются с депутатами, это не законопроект, разрабатываемый депутатами, это объединение двух законопроектов, которые разработаны исполнительной властью в один, и это выдается иногда за работу депутатов. Но когда такие законопроекты все-таки появляются, их обычно за срок полномочий Палаты представителей бывает два, три, то я знаю один законопроект, который принимали два срока полномочий, то есть его разрабатывали, и если представить себе, что депутаты не избирают во второй раз, то кто и как его будет двигать дальше. Это вообще ненормальная система, когда законодательный ветвь власти не имеет с его центра законопроектной деятельности, когда у депутатов в общем-то отсутствуют полномочия, которые должны быть у депутатов, все это мы не можем изменить вот здесь на конференции, это долгий процесс, но мы можем использовать какой-то авторитет, какое-то свое влияние для того, чтобы менять правоприменительную практику уже сегодня, и вот этим мы можем заниматься не откладывая, и в общем-то мне кажется, что за этим есть эти маленькие шаги, которые можно сделать, и которые можно убедить в том числе государство, что это не больно, это можно сделать. Есть еще какие-то комментарии? Ну, опять-таки, очень жаль оставлять Министерство информации без работы, они же в принципе готовят уже законопроект о внесении изменений в закон о СМИ, поэтому вместо этого законопроекта можно предложить разработать нормальный европейский законопроект о гарантиях реализации свободы слова. А мне лично совсем не жалко оставлять Министерство информации без работы, и поэтому я бы еще одной статьей в том законопроекте, который я предлагал, предлагал бы еще упразднить Министерство информации. Это каким пунктом? Вторым. Вторым. Я бы хотел обратить внимание на такой грустный достаточно факт, что мы и журналистское сообщество, и правозащитное, и гражданское общество в общем-то не обладаем достаточным ресурсом для того, чтобы оказывать давление на власти и заставлять их принимать те или другие решения в нашу пользу. Но мы можем пытаться использовать ресурс, который имеют международные организации, международные структуры, что, собственно говоря, мы и делаем, и пытаться воздействовать на белорусские власти через них опосредованно. Как вы считаете, вот этот потенциальный законопроект, который готовит Министерство информации, возможно ли каким-то образом, чтобы он был вынесен может быть на какое-то более, не то чтобы общественное обсуждение, но хотя бы он был бы хотя бы отчасти прозрачен, чтобы мы могли узнать, увидеть, спросить вообще, что вы готовите. А мы вот, кстати, обратились к Министерству информации именно с этим предложением, и я думаю, что в ближайшие неделю-две мы услышим, что они думают на этот счет. Не будем предугадывать. Химон Константа, правозащитная организация. Мы в том числе занимаемся вопросами свободы слова в интернете и вопросами управления интернета. И здесь, в принципе, прозвучало несколько важных тезисов о том, что мы должны обсуждать и что мы должны делать между обсуждениями. То есть, прозвучало то, что мы должны работать в, ну, как это, как гражданское общество, то, что мы можем сделать. Мы можем делать программы медиаграмотности, мы можем стараться сделать аудиторию более подготовленной к той информационной и прочим видам войны, в состоянии которых мы находимся. Помимо этого, мы вроде как признали, что у нас нет на данный момент ресурсов влияния на законодательство. Прелесть момента вообще в том, что в интернете очень сложно что-то запретить физически. Ну, то есть, можно принимать любые законы, но будут ли они работать. И тут вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы подготовиться фактически к любому законопроекту по регулированию интернета. То есть, можем ли мы, например, создать такую инфраструктуру, например, которая будет защищать наши медиа, которая будет каким-то образом, опять же, давать инструменты пользователям обходить существующие запреты, и можем ли мы создавать инструменты саморегулирования. И должны ли это делать. Например, в вопросах языка вражды очевидно, что давать инструмент тому же Министерству информации либо другим госорганам по регулированию этой очень чувствительной темы, это, собственно, создавать себе же проблемы. Потому что, с одной стороны, мы можем требовать от них, например, ограничения вот этой информации, но, с другой стороны, не будет ли это направлено на те же независимые СМИ. И вопрос, может, мы должны больше усилять существующие механизмы саморегуляции, например, комиссию по этике Белорусской ассоциации журналистов, то есть, делая ее работу более видимой и, скажем, поддерживать, ну, скажем, медиасектором поддерживать эту работу. Ну, и плюс, нам наверняка нужны исследования, чтобы понимать, что происходит в медиасекторе. какое влияние имеют на нас российские СМИ, какое влияние, действительное влияние имеют независимые СМИ, и как это соотносится с тем ресурсом, который есть у государства, для того, чтобы понимать действительно, на что мы можем рассчитывать. Ну, это только часть от этой дискуссии, и опять же, поддержу тезис о том, что закон о средствах массовой информации нам не нужен, как, собственно, и министерство. Я попрошу микрофончик, возможно, Марина Загорская, как представитель комиссии по этике БАЖ, даст свой комментарий. Очень рада этому предложению о том, чтобы у комиссии по этике БАЖ было больше полномочий, потому что на сегодняшний день наши полномочия ограничиваются тем, что мы можем констатировать, есть здесь нарушение этических норм или нет здесь нарушения этических норм. Мы можем опубликовать наше решение на сайте Белорусской ассоциации журналистов, ну, и издание, которое мы уличили в нарушении этических норм, может прочитать, а может не читать. Вот, и оно не обязано публиковать это решение и не обязано на него как-то реагировать. Как инструмент саморегулирования, ну, на мой взгляд, это все-таки срабатывает, потому что мы видим, что прецеденты, как правило, не повторяются, то есть это значит, что идет такой процесс самоочищения в нашем сообществе, вот, но, конечно, увеличение полномочий, оно бы как бы придало силу решениям этической комиссии и, возможно, ну, потребовало бы от изданий быть более внимательными, да, в вопросах этики. Но мне кажется, что здесь стоит адресовать это не только Белорусской ассоциации журналистов, но и Белорусскому союзу журналистов, потому что все-таки журналистское сообщество, это, ну, все равно единый организм, как бы мы не хотели отторгать друг друга. Марина, а какие полномочия вам? Ну, ты же знаешь, жесточайшие. Ну, конкретно, то есть, какие полномочия могут быть у комиссии? Ну, например, у наших коллег, у наших коллег комиссии по этике в других странах, есть, ну, в Литве, например, тоже, да, они могут карать штрафами, да, тех, кто нарушил этические нормы. То есть, это один из вариантов, например. Но мне кажется, что мы можем... Еще больше карательных органов. Да, 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 это будет еще больше карательных органов. Но мне кажется, что Алексей подметил одну очень важную вещь, что все-таки саморегулирование здесь, оно играет большую роль. И мы не говорим о том, что комиссия по этике это карательный орган. Это комиссия, которая позволяет нам обнаружить болевые точки с помощью тех, кто подает заявление в нашу комиссию, например, или есть сама комиссия инициировала бы какие-то дела. И таким образом лечить эту болезнь. То есть, на сегодняшний момент это может быть сродни выпусканию пара. А на самом деле это должно быть лечением. Меня зовут Анна Егорова. Я тоже буквально несколько тезисов добавлю. Поддержу финальный тезис Алексея Козлюка по поводу Министерства информации и его роли. поскольку мы от Ассоциации издателей региональной прессы и Объединенной масс-медиа тоже прошли определенный путь обращений в госорганы, в Министерство информации, в парламент. Пытались работать через Анну Конопадскую и Анисим, чтобы они пролоббировали интересы. В данном случае печатных СМИ. Прошли через путь работы с обращениями граждан через Petitions by, через Ворот by. Но я вам скажу, что это все было, конечно, очень интересно и захватывающе, но никаких ощутимых результатов нам не принесло. Поэтому, к сожалению, мы можем очень долго головой биться об стенку, но без каких-то кардинальных решений внутри системы. К сожалению, ничего мы не добьемся. Хотя вопросов с каждым годом все больше и больше и с проблемами сталкиваемся просто на самых таких непредсказуемых уровнях. Поэтому еще раз, но, к сожалению, ситуация депрессивна. Нужны кардинальные меры. Спасибо. В нашей стране не нужны репрессивные инструменты для того, чтобы чинить репрессии. Если у нас будет какой-то эффективный, например, инструмент, который будет пользоваться мы можем использовать на самом деле, когда нужно им воспользоваться. Например, то, о чем я говорил с языком вражды, потому что комиссия поэтики работает. Это единственный инструмент, который работает, но он им только рекомендации дает. И он в этом смысле неэффективен. Поэтому регуляция внутри сообщества это здорово. И это происходит, и это надо, но только внутри мы не договоримся. Потому что в эпоху тем более новых медиа, когда медиа перестает играть роль только просвещения, информационную, которое это было изначально, и когда уже медиа становится еще и коммерческой, и может для того, чтобы получить больше лайков и больше прибыли получить, начинает разжигать ненависть по отношению к какой-то группе. Это нужно как-то регулировать, потому что это опасно. Я хотел тоже про саморегулирование два слова сказать. Мне кажется, что в этом слове «саморегулирование» все-таки важна первая часть, саму, скорее, чем вторая часть, которая называется регулирование. Что касается опыта Литовского союза, литовской журналистики, я скажу, что их схема саморегулирования не очень-то вписывается в классическую схему, и за неимением, скажем так, органов с серьезными властными полномочиями, такие полномочия предоставлены, я бы сказал, все-таки квази-органу саморегулирования. Я не думаю, что это тот путь, которым нам нужно следовать. У меня очень короткая вещь. В ответ на то, что можем ли мы как-то вместо регулирования, можем ли мы всего добиться саморегулирования? В принципе, если сейчас говорить про то, что у нас нет СМИ, и то, что у нас есть медиа, есть платформы, вспомним ситуацию буквально недавнюю с этим Daily Stormer, кажется, и вот этим заявлением создателя сайта в отношении одной из протестующих, которая в Штатах была, то есть ее убили, и после этого он заявил, что в принципе она вообще-то и не имела права на жизнь, и в том, что хорошо, что ее не стало, и прочее, прочее, прочее. То есть первое, что произошло после этого, ну это такая, условно там, массовые наезды на этот сайт, на создателя сайта, и после этого крупнейшие платформы, крупнейшие хостинговые провайдеры и в целом провайдеры сервисов отказались просто работать с этим сайтом. Этот сайт просто не смог найти себе даже, ну как не знаю, там место, чтобы дальше распространять свои идеи. Поэтому, в принципе, тут вопрос не столько в том, какие у нас есть инструменты по влиянию на вот эти информационные источники, а вопрос, насколько мы готовы кооперироваться и насколько мы готовы отстаивать вот этот вот, ну насколько у нас единое понимание того, что нужно, с чем нужно бороться, а с чем не нужно. То есть теоретически можно создать механизм реагирования на хейт-спич в Фейсбуке, группу активистов, которые будут постоянно это мониторить и жаловаться, и, собственно, закрывать вот эти источники информации. Можно придумывать совершенно другие механизмы, которые, ну никак не связаны будут с Министерством информации и будут намного эффективнее, чем Министерство. Поэтому тут вопрос, насколько мы сможем об этом договориться, насколько медиасектор, ну скажем, имеет единое мнение и насколько у нас есть единые стандарты, опять же, единое понимание того, что такое хейт-спич. Насколько есть единый стандарт? Сообщество существует, журналисты? Ну, есть разные определенные Я могу сказать, что на самом деле пока нет общего понимания, насколько я это вижу и чувствую. Прошла национальная консультация, и на ней мы поняли самое главное, что нам нужно говорить в нашей среде, в нашей медиа, какой-то со всеми акторами, сейчас приходить к тому, чтобы в Беларуси появилось понятие язык вражды и понятие того, какой язык вражды, какому мы противодействуем, а какой мы допускаем. Мы уже говорили, кстати, с Андреем и договорились на то, что в следующем году, в начале года, мы будем проводить круглый стол с приглашением международных экспертов, наших белорусских, и искать тоже определение языка вражды, наша, белорусская, которая будет легитимна после принятия всеми акторами нашими. Только так оно будет легитимно, если мы все вместе договоримся, что вот это он, хейт-спич. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Если есть какие-то вопросы и комментарии, вы можете поднимать руку? Если нет, то мы будем заканчивать и подводить, наверное, итог в том, что, конечно, в нынешней ситуации нам необходимо больше работать внутри нашего сообщества для того, чтобы иметь какое-то общее понимание, чего мы хотим, и какими-то маленькими шажками все-таки пытаться изменять ту ситуацию, которая сейчас происходит, и говорить об этом вслух. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.